Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Недавно я вернулся из отпуска и поняла, что нужно что-то менять в своей жизни, так как меня нынешнее положение дел не устраивает. Сейчас я пошла на четвёртый курс, сейчас на переводчика, но понимаю, что это не моё, бросить не могу, так как учусь платно. Пробовал работать репетитором по-английскому и сейчас продолжаю. Да, так как хочу иметь свои деньги, но меня это занятие тоже никак не привлекает. Хочется заниматься чем-то другим, но не понимаю, что меня интересует и боюсь, соответственно, делать шаги в неизвестность. Также хочется новых друзей, потому что старые, если они есть, меня не устраивают, потому что я устал, слушать о том, как на работе изменяют своим женам или хочу замуж. Также хочется отношений, но и там вообще всё никак. Человек, который в данном случае пожелал остаться анонимным, задаёт вот такой вопрос. Ну, как мне кажется, если вот можно было бы выделить что-то такое отдельное, да, то я, наверное, выделил бы следующие факторы. То, что вы не понимаете, что вас интересует и боитесь сделать шаги в неизвестность. По большому счёту здесь речь идёт о том, что вы боитесь ошибки. Или вы запрещаете себе ошибку, или вы боитесь её. И, соответственно, почему-то вы себе вот не позволяете ошибиться. Отсюда, соответственно, нет спонтанного расширения и развития ваших интересов. Да? Вот. А также вот вы говорите, да, о том, что вы боитесь неизвестности. Это недоверие в себе. Ну, недоверие в себе прямо вытекает из того, что вы как бы не знаете, что вас интересует. То есть что это значит? Это значит, что вы себя не слышите. Вот. Значит, в первую очередь вам нужно научиться себе доверять, да? Вот. То есть учиться замечать то, как вы реагируете на те или иные вещи, на те или иные события, да? Вот вы говорите, например, что вы устали слушать. На работе вот то, что говорят ваши коллеги. И, в принципе, вас можно понять. Но момент здесь в том, что усталость – это не чувство. Это физическое состояние. А чувствуете вы что-то другое. Но вы этого не говорите здесь. То есть вы как бы не озвучиваете вот то, что вы чувствуете. Вот. Может быть, вы не знаете, что вы чувствуете. Ну, вообще, вот, может быть, у вас просто нет какого-то вот понимания того, что вы чувствуете. Да? В данном случае, ну, не привыкли замечать, например. Либо вы сознательно, вот, а может быть, и не совсем сознательно. Это в себя подавляет. Вот. Да. Хороший вопрос. Зачем? Действительно. Хороший вопрос. Для чего бы вам это в себя подавлять? Очень хороший вопрос, как мне кажется. Да? То есть... Зачем? Здесь может быть речь идти, как и про стыд. Здесь может речь идти, как и про страх. Вот. Ну, страх выразить свои чувства, страх проявить свои чувства. Вот. И так далее. Да? Ну, здесь может быть что-то еще. Что-то нужно смотреть. Вот. Ну, да, как бы непосредственно нужно это смотреть, непосредственно нужно это исследовать, так скажем. Вот. Дальше. 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 По поводу друзей, да, вот вы говорите, что старое меня не устраивает, да? Я, честно говоря, ну, не очень понял здесь, что вы имеете в виду, потому что вы говорили про своих коллег вроде как, да? А коллеги-то не совсем, ну, друзья. Вот. То есть коллеги – это не друзья. Коллеги – это коллеги. Друзья – это друзья. Понимаете? То есть… То есть история здесь о том, что, возможно, вас удружить должен. Не научили, ну, не умеете удружить. Нужно учиться. Вот. Что касается отношений, да, то опять же, первое, на что себе нужно ответить, да, это для чего мне отношения. Прямо сейчас. Зачем? Потому что от ответа на этот вопрос будет зависеть то, с кем вы их устраиваете. Отношения я имею в виду. С кем и как. Вот. Если вам нужны отношения для развлечения – это одно. Если вам нужны отношения для создания семьи – это другое. Если вам нужны отношения, чтобы не быть, там, белой вороной – это третье. Вот. Целей может быть много. Поэтому нужно определиться с целью. Зачем вам отношения, да? И вполне возможно, что потребность, которая лежит в основе вашего желания отношений, совсем не про отношения, а про, ну, что-то другое. Вот. Дальше. Вы говорите, что там все совсем никак не очень понятно, что вы имеете в виду. То есть, ну, вы бы, эм, как-то вот раскрыли перед вами, что ли, да? То есть, вы бы, как-то описали бы, что вы имеете в виду конкретно под тем, что совсем не как. Да? Совсем не как это всё. Никто не нравится, ничего не получается, вот. Или из тех, кто нравится, эээ, вам не отвечает доимностью, вот. Или, может быть, у вас слишком высокая планка, то вам никто не подходит, да? Вот. И опять же, здесь нужно разбираться. В том числе и с вашей гендерной моделью, эээ, поведением, да? Эээ, какая вы женщина, эээ, как вы себя ведёте, как вы себя видите, как женщина, да? Вот. Какого мужчину вы видите рядом с собой? Эээ, значит, что вы готовы делать для мужчины, что нет? Вот. Что хотели бы от него, чего нет? И, 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 и так далее. То есть, этот образ, образ, эээ, женские модели поведения необходимо сформулировать. Вот. Чтобы лучше понимать, что во мной, чего вы хотите. Сейчас, на данный момент, этого, как вы понимаете, наверное, нет. Сейчас у вас ничего этого нет. Дальше. Вы говорите. Эээ, я не хочу уходить, эээ, с обучения, потому что поучиться на плату. Да? Эээ, вы понимаете, какая штука? Вот. Опять же, ээээ, оставаться, ээээ, как бы на Утюбе, эээ, только, эээ, ну, только, потому, ээээ, что, что вы учитесь, оэээ, ну, только, потому, ээээ, что, что вы учитесь. Ну, на платном, эээ, в факультете, да? Ага. Как мне кажется, ээээ, несколько странно. То есть, ээээ, получается, значит, что здесь у вас, ээээ, цель не выучиться, а цель у вас, эээээ, ну, не знаю, инвестиция, правда, это может быть. Знаете, тогда как обучение, это, ээээ, инвестиция, да? Но только в том случае, если вам это нравится. Вот. Зачем, ээээ, вы учитесь, если, эээээ, вы, ну, вам не нравится, это не инвестиция. Да, ну, вот. В данном случае. Понимаете, да? Ээээ, поэтому здесь вот тоже нужно определиться и сделать выбор. Необходимо, ээээ, понимать, ээээ, следующее, что, ээээ, идеального выбора не существует, не существует. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Поэтому необходимо быть готовым заплатить определённую цену за своё решение. А у меня такое вот чувство возникло, да? Что вы не готовы, ну, как бы, платить какую-то цену за свой выбор. И, соответственно, вас это приводит к конфликту. Когда чего-то хочется, ну вот, но я не готова ничего отдать, не готова на себя как бы расстаться. Но вот это, конечно, довольно тяжело. Это довольно тяжело и довольно трудно, я бы сказал. Вот. То есть, понимаете, да, какая штука здесь получается. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл над всеми этими моментами поработать. И вам в таком случае имеет смысл пойти на психотерапию. то есть, выбрать себе эксперта и начать, ну, как бы, индивидуальную работу в данном случае. Вот. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Обратная связь, в первую очередь, нужна вам для того, чтобы сформулировать для себя основные направления психотерапии желательные, да, с чего можно было бы начать беседу. Всего, всего, всего можно было бы отталкивать. Вот. И, как бы, не затягивайте с этим. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Бryw dad и звон theft. Продолжение следует...